Уважаемые зрители, смотрите видео о бунственной лене и тупости научного сообщества, что конечно же не может не поражать, на моем канале о том, что все прошляпили при посадке Луны-9, а также на канале Глобальная Волна в том же Ютубе. В качестве примера возьмем вот такого рода многое, что определяющее вопросы. Первый вопрос с соответствующим ответом. Что такое фотосинтез? Ответ. Фотосинтез это процесс, при котором зеленые растения преобразуют световую энергию в химическую в присутствии хлорофилы и солнечного света. Итак, впервые явление фотосинтеза было обнаружено в 18 веке Джозефом Пристре, который изучал физические изменения реагентов и продуктов реакций. Точная дата. 17 августа 1771 года, стало известно благодаря сохранившемуся труду ученого. К открытию его привели множественные опыты. И вот уже больше четверти тысячелетия научное сообщество довольствуется своего рода фокусом по преобразованию световой энергии в химическую, а не механизмом осуществления соответствующего преобразования, с возникновением и с использованием вполне определенных и именно природных реактивных сил. То же происходит и с объяснением процесса дыхания. Мол дыхание это процесс, посредством которого живые организмы преобразуют энергию для использования клетками, и с процессом возникновения силы Архимеда, не говоря уж о гравитации, и с огромным количеством других процессов, начиная с объяснения даже самого важного для нас вопроса, сводящегося к тому, что такое живой организм. Мол, главное отличие жизни от ее отсутствия сводится к поддержанию одного состояния, а не к его упрощению. К процессу, называемому метаболизмом, который требует энергии. Ведь чтобы остаться на месте, нужно бежать изо всех сил. Вспомним Алису в Зазеркалье. Да, жизнь питается, чтобы продолжаться. И этого действительно достаточно для того, чтобы появилась теория, которая гласит, что жизнь как раз и возникла у подводных курильщиков, то есть у горячих источников на дне океана, исторгающих нагретую теплом земных недр влагу. Древние организмы пытались жить все дальше и дальше от привычных мест обитания, и научились использовать солнечный свет. Но вот как раз то, как можно и надо объяснять все эти фокусы, предельно наглядно и понятно в 1900 году объяснил всем наш соотечественник Иван Осипович Ярковский. Но его объяснение научное сообщество проигнорировало и только через сто лет на это объяснение было обращено внимание и то, всего лишь для объяснения характера орбитального движения планет и, в частности, комет. А отнюдь не для наполнения, так сказать, физическим содержанием, всех тех процессов-фокусов, которыми все еще довольствуется ленивое и тупое нынешнее научное сообщество. Тех процессов, в которых, в частности, солнечный свет и тепловые излучения однозначно выступают в качестве природных реактивных двигателей, в той или иной степени используя механизм переизлучения.